Типа запускаем. Типа запускаем. И запускай свой. Ну вот мастер-класс съемки, съемки два ствола и вопрос коллаборации. То есть мы снимаем видео одночасно, вот снимаем и коллега по ютубу, снимаем на две камеры. Освещение у нас тут, какие есть, так и есть. Но суть в том, что придется нам все-таки бакланить на каком? На этом. На этом бакланить из-за того, потому что если мы будем говорить, разговаривать на другом мове, то все славяне нас поймут, а все остальные нас не поймут. То мы все-таки так вынуждает обстоятельства переходим на общепонимаемый язык. Общепонимаемый язык. Мастер-класс по сварте. Что я тебе хотел объяснить? Что я тебе хотел объяснить? Что я тебе хотел объяснить? В то время, знаешь, тебе что-то надо будет, там, знаешь, какую-то мелочь и придется. И самое лучшее, что сделать в этой ситуации, самое лучшее, что сделать, взять себе вот такой вот детский аппаратик. Мы его сейчас не включим, потому что он, что мы все создаем постельно вот этот фон. Девися, детский аппаратик, который позволяет решать, ну, очень много проблем. Очень много проблем. Просто колоссальное количество. Абсолютно детская штука. Аппарат, который я себе оправдал. Китайского технопрома. Ну, стоит он там, сколько стоит. Но его свойства, которые позволяют решить вопросы, это просто бесконечное количество вещей. Я просто зараз сейчас не буду бегать с камерами. Сейчас не то. Я показал ситуацию, когда просто в тебе стоят бетонные столбы, и круг бетонных столбов тебе нужно сделать деревянную обвязку. Ну, бетонный столб, ну, куда ты гвоздь забьешь? Ну, ни в что. Вот. И эта штука позволяет делать любые обвязки, любые вещи. И, к сожалению, я так думал, что ты все-таки догадаешься, мои штанины брати в кадр. Но уже получилось. Может, тут самая фишка. Ну, потому что... Это вот штука именно для сварки. Потому что, когда ты варишь, ты постоянно пользуешься еще болгаркой. И вот эта вся штука выполнена именно болгаркой. Когда я обрезал, вот это и выполнено просто вогнем. И тут дырка. Я обычно ее вдеваю, когда приходится заниматься этими вещами. Вот. Опасность есть, что пропало уже что-то друге. Но, блин, я там на чувствах. Значит, дивися. Простенький аппарат. В него в настройках есть вообще минимальная опция. Минимальная опция. То есть, вкыл-выкыл. И возьми в кадр. Вот. Тут есть такой настройщик, в котором ты будешь использовать электроды. Видишь? Вот и покрутишь. Теперь относительно электродов. Относительно электродов. Дивися, электроды есть. Одинничка, к примеру. Ну, это у меня итальянские электроды. Я их использую для самых таких нужд. Самых таких уникальных. Знаешь, когда надо там что-то ювелирное припаять. То есть, самый тончайший металл. И поэтому приходится их экономить. Во всех остальных случаях можно пользоваться электродами двойкой, яка есть в продаже. Вот эту штуку ты фиг декупишь. Ну, хиба, что в интернете. Вот. А вот эта вся штука продается. Вот это байдаление. На них и разная маркировка. Если бы мы говорили о каком-то там профессиональном сваривании, знаешь, то это совсем другая история. А тут история про... Вот надо стеллаж. Да. То есть, значит, они есть двойка, есть тройка, есть четверка, есть пятерка и так дальше. И так дальше уже нет. Пятерка максимальный. Да. То есть там такой десятка, знаешь, метровый. Может, есть и такая штука. Значит, вот дивися. По суті электродов. А что? Сев? Да. Два ствола не получили. Ты дивись туда, дивись фишку. И я чуть так думаю, что я тебе не зря рассказываю. Теперь дивися. В относительно электродов. Чим меньше электрод, тем он дает меньше спайку. Вот смысл у этой штуки. Чим грубше электрод, естественно, он хляпает у этого металла дофига. Теперь, если приходится спаивать старые метали, ну вот в тебе там старая завалявшаяся какая-то там фигня, какие-то там уголки и все остальное. Еще поржавившись, знаешь, то лучше в таких случаях брати чим побольше электродов. То есть берешь там пятерку и уже там лупашешь, там остальное болгаркою дорівняешь. Зробишь с танка самолета. Да. Вот. Крыло приваришь. Вот. А получается, что на современных материалах, вот те, что продаются, допустим, ты сейчас купишь. Тут метали в основном, я не знаю, чьи они идут. Под большим сомнением, у меня что-то подозрение, что они идут какие-то китайские. Но суть в том, что сам металл легкоплавкий. То есть он паяется просто элементарно. Просто элементарно. И проблемы даже для начинающего человека, який вообще никогда не мав ничего общего с сваркой, спаяти там какую-то штуку, это абсолютно элементарно. Только нужно знать пару элементарнейших приемов, которые для этого необходимы. 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 Вот. Учим украинский. Понятно. Приходится. Да. Вот. Тут просто классный пример. И, знаешь, что хотелось бы так в отступлении темы вот сказать, что деколы вот в хозяйствах приходится решать вот некоторые вопросы, вот строительство и всего остального. Если человек не владеет вот техникой сварки, то приходится изобретать какие-то вот такие, какие-то, ну не знаю, какие-то сумасшедшие ходы, там обыгрывания, там допустим, бетонного столба с деревом и все остальное. Но решается это все сваркой намного проще. И, значит, теперь, относительно электродов. Значит, вот этот настроечник, который есть в аппарате, на нем есть какая-то градация. Градация довольно таки условная. Вот посмотрим на него. Градация вообще условная в плане того, что она показывает, здесь есть нарисовано, то есть диаметр 1,6. То есть, если мы будем брать электрод двоечку, мы будем ставить его определенно так. Если будем взять там, допустим, тройку, там сюда, ну и так дальше. Но, есть один в этом всем момент, что напряжение в сети будет подавать на этот аппарат. Это же не есть профессиональный аппарат, в котором стоит адаптер напряжения и всего остального, который вы свободно варите. То есть, в зависимости от времени суток, если вы это ночью будете варить, это будет одно. Если ты будешь варить утром, это будет другое. То есть, если ты, например, начинаешь сварку, настроил там на какой-то, а там сосед включил обогреватель. Или зимой, да. И все. И эта сварка уже идет совсем по-другому. Для того, чтобы понять дальнейшие моменты, надо немножко попрактиковаться. Надо что-то вот взять самому, попробовать что-то самого приклеить. Любые две запчасти. Это вообще уникальная штука. Вот мне не нравится сварка тем, что две вроде бы такие несопоставимые железные вещи, которые ну никак нельзя соединить, они так просто соединяются с помощью вот этой сварки. Ну, паузу сейчас сделаем. И так продолжим наш начальный мастер-класс. То, что мы говорили о сварке для самых-самых тех, кто... Ну, для самых вот тех, которые просто купил аппарат. Первое, что бы я посоветовал, внимательно возьмите инструкцию, почитайте. Она может быть на четырех листочках, но в этих четырех листочках, кроме там описания и всего остального, есть один листочек, на котором есть, может быть написано там пять предложений, в которых состоит вся суть вообще и смысл вот этой сварки. И, значит, в чем заключается весь процесс? То есть, здесь для того, чтобы это все происходило, у нас должна быть замкнутая сеть. Для этого на самом аппарате, обратим внимание, есть две клеммы. Они специально для особо талантливых сварщиков нарисованы. Одна черная, другая красная. То есть, вот это надо подключать вот так, как здесь нарисовано. Что произойдет, если подключить их по-другому, я не знаю. Но, в принципе, если у вас... Вы купили новый аппарат и хотите это проверить, то можете попробовать. Я этого не делал, я не знаю. Обязательно в комментариях там очень продвинутые пользователи напишут, что произойдет. Но нам должна, чтобы у нас была замкнутая сеть. Значит, вот черный, то, что назначен тем, что не опасный, он обычно, как называется, в сети ноль. То есть, это... Ну, то есть, ноль, это называется масса. Массу мы замыкаем на всю конструкцию. То есть, если у нас конструкция уже сваренная, масса у нас будет везде. По всей поверхности. То есть, независимо от того, насколько это зависимо или независимо, пусть напишут умники в комментариях. Я не знаю, не проверял. Но, по моему опыту, в зависимости от того, ближе эта масса стоит к свариваемым поверхностям или дальше, здесь вопроса нет. И если бы вопрос шел о сварке какой-то электровышки, которая высотой там 150 метров, возможно, здесь возникают вопросы передачи электроэнергии. Если речь идет о таком маленьком стеллаже, то я думаю, это вопрос не стоит. То есть, масса должна быть... Клемма куда-то должна быть включена. Вторым элементом, очень важным, который мы используем в работе, это есть ручка. Ручка в начале, китайский автопром, делает полную фигню. Значит, ручка была такая, что там отвалился вот этот электрод, здесь все там раскрутилось, и, короче, хорошо, что они дали сюда хотя бы качественный эбонит, который не разваливается от температуры. Значит, с ручкой я сделал одну очень классную штуку. Когда я вот достаточно удобно ее поюзал, я понял, что она должна быть удобной, она должна быть под руку, то есть, чтобы любой угол сварки можно было использовать любым образом. Поэтому я взял те контакты, которые там отварились, это все там уже не помню, давно это было, взял там, посваривал, поприкручивал, здесь все переделал, и потом, когда выбрал вот этот удобный момент, смотрите, я ее взял, просто залил термоклеем. Взял, растопил термоклей и залил туда. И ручка получилась вот такая, она просто или можно взять ее вот так, или можно, ну, удобнее всего она держится вот так. То есть, варить можно под любым углом и так дальше. Теперь непосредственно приступаем к самой сварке. Что нужно сделать? То есть, здесь есть такая, ну, какой-то такой зазор, или как назвать там, зарез, вот, куда вставляется сам электрод, и он здесь фиксируется. То есть, видим, что он держится. Обычно, я не знаю, у меня уже такая привычка, уже когда делаю, то вытираю почему-то вот эту штуку, не знаю, что лучше снять или так далее. Для процесса самой сварки голыми руками это делать невозможно, поэтому для этого момента нужны специальные, специальные сварочные перчатки. Вот тут паузу чуть-чуть из кожи. Обычно они делаются из кожи, потому что капли металла расплавлено, которые попадают на руки, приводят к, ну, к очень огромному количеству неудобно приемлемой лексики, скажем так. Значит, для того, чтобы нам производить вот эти все мероприятия, нам нужны перчатки. Как видите, действительно, я буду производить все вот эти манипуляции. Вот рубашка, которая должна закрывать руки, если вдруг что-то брызнет, оно отскакивает, то есть, проблем здесь нет никакой. То есть, особой спецодежды здесь не обязательно одевать. Я все-таки хотел свои сварочные штаны... Все-таки я забыл одеть резиновый халат. Выглядело бы довольно таки... Ну, получилось так, на злобу дня. Как есть, так и есть. Значит, перчатки есть разные по стоимости. От какой-то минимальной до какой-то заоблачной. Фактически они вылетают из хода... Ну, есть ли смысл там покупать какие-то перчатки... Рекламу делать не будем, в общем, на перчатки. Да. В общем, не будем, потому что заключается все дело в том, что когда идет процесс и много чего надо сделать, обычно заканчивается тем, ну, вы купили какие-то там дорогущие перчатки, да, и надо что-то передвинуть, просто забывается. Ну, как обычно, вот человек, он просто забывает. Мы беремся за какой-то горячий предмет, ну, руки не обжигаем, но перчатка уже сжимается. Потом кожа идет от температуры, и потом она мешает уже в работе, потому что нельзя полноценно вот работать. Чё забыли? Дальше чё будем? По сути. А вот теперь уже продолжаем дальнейшее вот наше повествование для сварка для нубов. Значит, начнем с того, что иметь такой аппарат в хозяйстве – это абсолютная польза. То есть над этим не нужно задумываться. Нужно задумываться над тем, если нет возможности получить. Но если есть возможность, то эта штука необходима. Теперь непосредственно приступим к самой сварке. Вот здесь просто будем заканчивать вот этот стеллаж, который я тут сооружаю. И непосредственно попробуем сварить. Значит, первое, что мы сделаем, мы будем делать это сначала без включения электроэнергии, а потом попробуем, как это всё получится на камеру, попробуем варить. Скорее всего, что камера сама не покажет именно процесс сварки, потому что будет заслепление экрана, и это всё будет выглядеть огромными вспышками. Мы попробуем сделать ещё один момент. Мы попробуем взять сварочное стекло, и через сварочное стекло попробуем ещё немножко поснимать, чтобы показать сам момент сварки. Значит, суть заключается в чём? Суть заключается в том, что когда вы делаете вот эту сварку, мы должны добиться одного простого момента. У нас должна получаться ёлочка при сварке. Вот такую ёлочку можем мы понаблюдать. Вот давайте проанализируем, что здесь получилось. Что там камера? Оно чуть, если дальше, надо так фокус брать. Вот. Видите? Ёлочка. Она получается за счёт того, когда мы начинаем сварку, мы прикладываем электрод, немножко снимаем, прикладываем электрод, немножко снимаем. И вот этот момент я сейчас не буду полчаса бухтеть про то, как научиться вот это правильно прикладывать, потому что если вы будете скидывать вот это всё очень быстро, то всё закончится тем, что, значит, искр будет много, а сварки самой не происходит. Потому что это набросает шлака, который есть на электроде, а сварка сама не произойдёт. Теперь посмотрим, ну, как у меня здесь получалось. У меня здесь не... да, посмотрим. Ну, давайте оценим, что здесь происходит. Довольно таки неплохо. Ну, дело в том, что здесь не сложный материал, то есть это не ржавейка. Тут я уже пробовал торцы там подкреплять и так дальше. Ну и вот здесь. Ну вот, сварка происходит. Этот штатив уже просто, я не знаю, какое количество веса может выдержать. Значит, осталось последнее приступить непосредственно к сварке. Да, сейчас да. Так, есть. Значит, мы продолжаем делать стеллаж в холодильнике для хранения мицелия. Как видим, сбоку здесь есть хранение мицелия. Как видим, по мне я оделся относительно одежды при сварке. В предыдущих видео, вот, я уже, тут нечего стесняться, уже как снимали, так снимали. Этот результат, вот, не использование спецодежды при сварочных работах. Значит, когда делал стеллаж, приходится варить с одной стороны, приходится с другой стороны резать постоянно болгаркой, что-то там отрезать. Вот это результат работы болгарки. Вот выгло, ну, не прожгло до конца, то есть прожгло только начало. Значит, здесь мы наденем резиновый халат. Оператору вручим вот эту штуку. Он сейчас посмотрит, скорее всего, что сварка камеру будет заслеплять на 100%. Может, у него получится, если у него руки стоят правильно на сегодняшний момент, то он попробует снимать через стекло. О стекле я хотел бы сказать чуть-чуть, буквально несколько слов. Что прозрачность стекла бывает разная. И если говорить вообще о сварке, то надо не забыть о зайчиках. Особенно у начинающих пользователей сваркой такой момент, как зайчики, они наступают рано или поздно. Надо их один раз нахвататься. Хватался зайчики? И не раз. Малым. Не, ну просто хватался, да? А очи выжигало, блин? Не выжигало. Но бачу, у кого выжигало, блин. Вот. Картошка на целую ночь. Картошка на целую ночь. Выглядит это приблизительно следующим образом. Сплю я, да? Я что-то сваркаю и варив стеллаж, и там зайчики нахопался по полной программе. Сплю я. Ночь. Глаза просто типа картошка, понимаешь? Вон они типа вылазят с орбит. Типа вот вылазят. Просыпаюсь. Такое впечатление, что насыпали песка. Вот взяли, вот ж меню песка, вот насыпали тебе в глаза. Иду в цей, промыв водою. Знаешь, думаю, ну что-то не то, может что-то попало. Знаешь, там болгарка, то сё. Промыв водою, вертаюсь. Та куда там? Куда там вообще? Потом начинает спухать башня. Потом, короче, и проходит эта штука часов за 12. То есть реально один раз попадаешь в такую штуку, потом начинаешь уже дублить. Что этого делать не надо. Вручаем оператору, кроме камеры, вот эту штуку. Сейчас будет пробовать смотреть. Включаем по-быстрому. Есть, кстати, вот эти штуки хамелеоны сейчас называются. Ну, по деньгах это стоит, ну понятно. Если чем-то кто-то человек профессионально занимается. Ну, это такая детская, это самое мы. Для начинающих. Да, для начинающих. С такой штукой реально сварить ничего невозможно. То есть это надо забыть. Она шла в комплекте с этим сварочным прибором. Почему-то по какой-то, я не знаю, акции. Мне вот эту шляпку подарили по акции, когда я покупал вот сварочный аппарат. Шапка обалденная. Все нормально. Но уже со временем стекло износилось. Его можно просто поменять. Хамелеоны. Отличная штука. Но пишут дешевые. Приведут к тому, что можно и нахопаться опять же тех же зайчиков. То есть ничего не решать. А дорогущие стоят соответственно денег. Если профессионально мы этим не занимаемся. Какого спрашивается вот этого дела? Вам надо тратить лишние деньги. Значит, проверили. Масса у нас есть. Да? Теперь нам нужен энергию. Ну, в данном случае будем использовать вот этот. электрон. Теперь смотрим, что у нас с напряжением. Потому что я говорил. Ага. Напряжение у нас вроде бы нормальное. И теперь. Вот. Выставляем. Свариваем объект. И попробуем вот это все делать. Так. Аппарат подтягивает камер. И вот сюда. Так. Пробуйте камеру через циколочку. Да? Со старта? Ну. Давай попробуем. Давай попробуем. Вот этот момент сейчас у нас подклещивание электрода заключается в чем. Стеллаж сам покрашен краской. А вот эта штука. Она фактически с ней не контактирует. Потому что краска выступает вроде как изолятор. Так. Ты стараешься держаться подальше? Ну. Потому что камера не стоит этого ютуба. Того видео. Бля. Ну я понял. Шит. Да. Але. Мне кажется. Не. Я по моему пробовал снимать через. Порожняк получается. Плым. Плым. Да. Залепляя просто всплеском. Значит снимай сразу просто через стекло. Стекло тут полное говно. Через яко вообще ничего не видно. Да. Через него тоже бля особо. А? Особо тоже ничего. Але зараз попробуем. Так я же не варив. Чекай. Давай. Все. Вперед. Стоп за аппарат. Теперь. Нажимаем. Теперь. Опа. Опа. Так. У меня актера. Ааа. Теперь Если мы варим Какие-то соединяющиеся вещи Не обязательно здесь сразу наваривать Наглухо Потому что металл потянет Металл тянет, просто вы держите его рукой Если мы наглухо сейчас дадим полный шов То вот эта планка Она уйдет вообще в сторону Потом придется дожимать И так дальше делать это все в натяжку Первое, набрасывается какая-то сопля Полноценная, которая бы это держала Во-вторых Производим закрепление другой стороны